Здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я Ватман и это видео я снял по просьбе одного из моих зрителей. Он попросил протестировать меня 6 транспортных средств, основная среда обитания которых все-таки воздух. 4 из них уж точно созданы для нее, 2 остальных являются транспортными средствами-амфибиями, которые передвигаются как по воздуху, так и по земле. Моего зрителя очень интересовала скорость, а точнее какое из этих транспортных средств быстрее доберется до условленной точки. Им же была предложена идея построить маршрут через всю карту от крайней точки на севере до крайней точки на юге. Но когда я летел от крайней южной точки, а точнее из аэропорта Лос-Антоса до крайней северной, то где-то в районе горы Чилиад я остановился и решил, что дальше смысла лететь нет. Потому что дистанция, которую необходимо будет преодолеть этим транспортным средством, составляет практически 10,5 километров. И этого расстояния вполне достаточно, чтобы увидеть какой из транспортных средств вырвется вперед. Поэтому начальной точкой нашего маршрута является аэропорт Тревора. Маленький аэропорт под горой Чилиад. Финиш же будет, как я уже говорил, в аэропорту Лос-Антоса, а точнее в самой южной точке, это практически возле забора. А теперь, собственно говоря, транспортные средства, которые участвуют в сегодняшнем испытании. На первом экранчике мы видим самолет Гидра, на втором идет Джетпак, на третьем всеми любимый Делюкса. На четвертом экране давно добавленный самолет Саваж, на пятом Опрессор и на шестом Базард. Смысл эксперимента, как вы поняли, пролететь от точки А до точки Б и посмотреть, кто это сделает раньше, а кто позже. Ну что ж, все рассказал, а потому ненадолго замолкаю, чтобы понаслаждаться этим прекрасным музыкальным произведением. И пока кое-кто только подбирается к городу, Гидра уже приземлилась в аэропорту и ждет своего часа. Но пока Делюкса пытается хоть что-то выжать из своих репульсоров, Саваж и Базард тем временем уже приземляются на взлетную полосу и финишируют один следом за другим. Саваж нанимает второе место, Базард соответственно третье. А пока они приземляются на взлетную полосу, сломя голову, влетает Джетпак. Но то, что Джетпак быстрее прессора, мы с вами знаем по сравнительному видео, ссылочка на которое сейчас вылезет в верхней части экрана. И вот именно сейчас, после финиша Джетпака, можно подвести промежуточный итог. Как вы помните, я сказал, что в эксперименте принимает участие 6 видов транспорта, 2 из которых способны перемещаться не только по воздуху, но и по земле. Несмотря на то, какие бы Rockstar не добавляли транспортные средства, которые способны ездить по земле и под водой, как Стромберг, или которые способны ездить по земле и летать в воздухе, как Опрессор или Делюкса, они всего лишь являются приятным дополнением к тем летающим аппаратам, которые уже есть в игре. Вывод таков, что летательные аппараты, которые способны только летать, в любом случае быстрее, чем их асфальтно-колесное подобие. Ну вообще, это риторический вывод, о котором вы уже сами, наверное, догадались. По результатам нашего сегодняшнего эксперимента, 4 место достается Джетпаку, 5 место опрессору и 6 место, к сожалению, занимает Делюкса, полюбившийся многим игрокам. Вот такое короткое видео получилось у меня сегодня, надеюсь, оно будет чем-то полезно для вас. А у меня на этом всё, с вами был Ватман, до новых встреч, пока-пока! Ну и раз уж у нас запущен секундомер, то посмотрим, за сколько времени до финиша доберётся наш Делюкса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!